В Башкирии на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог за последние пять лет направили более 150 миллиардов рублей. Андрей Назаров отметил, что темпы роста в этом направлении ежегодно увеличивались на 20 процентов. В цифрах это свыше 8 тысяч километров автодорог и 9 тысяч метров мостов. Беспрецедентный рывок в своем инфраструктурном развитии совершила Уфа. Ввели уникальную мост ставку через реку Белая и переструли развязку на пересечении проспекта Салавата-Юлаева и улицы Закивы-Леди. Также в числе крупных завершенных проектов Зининский путепровод и восточный выезд. На очереди реконструкция арочного моста и строительство южных ворот. Уже в этом году откроют движение по улицам Пугачева и генерала Рыленко. Положительные двиги есть и в системе образования. В 2023 году на развитие этой сферы направили свыше 100 миллиардов рублей, что на 10 процентов больше, чем годом ранее. Быстрыми темпами в республике растет и строительство. Я считаю, что мы поступательно двигаемся вперед последние три года. Первое – это строительство, жилищное строительство. То есть мы вторые в Приволжском федеральном области, с Татарстаном боремся, но с ноздря в ноздрю, как говорят, идем. Второе – все-таки большие стройки социального, научного, всякий кампус. Количество инвестпроектов в республике за последние пять лет увеличилось в три с половиной раза. Тем самым Башкирия опередила общероссийские темпы развития почти в два раза. В целом за пять лет нам удалось нарастить инвестиции в полтора раза с совокупным объемом в два триллиона триста миллиардов рублей. В то время как по России и Приволжскому федеральному округу они увеличились только на треть. Башкортостан развивался темпами, опережающими общероссийские, практически в два раза, как мы и планировали. В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Башкортостан занимает четвертое место. За пять лет республика поднялась на 12 позиций. Поговорили и о внешней экономике. Сегодня республика сотрудничает с более чем сотней стран. Основные партнеры – это Беларусь, Турция, Казахстан, Узбекистан и Китай. За пятилетку объем взаимной торговли вырос на 43%. Несмотря на все усилия, в регионе остаются вопросы, по которым еще следует усилить работу, считает депутат Госдумы Динар Гельмуддинов. На отчете председателя правительства Российской Федерации Мишусь Михаил Владимирович тоже сказал, региону надо подтянуть те или иные сферы. Допустим, в здравоохранении, по крайней мере, не хватает врачей. Это одна из главных актуальных проблем. Не хватает инженеров. Подводя итоги, премьер-министр отметил, что из года в год главная цель правительства республики остается одна – это сделать Башкортостан лучшим регионом для жизни людей. С чистыми дворами, хорошими дорогами и доступными возможностями для всестороннего развития.